Привет всем! Вы на канале Пульс Земли. Ежедневный обзор событий и катаклизмов на земле. Итак, события за 5 февраля. Поехали! Пять семей в Нотингеме, Англия, были вынуждены спешно покинуть свои дома после того как оползень привел к обрушению укрепляющей стены высотой в 21 метр. Ливни размыли фундамент и ослабили почву. Люди были разбужены звуком падения кирпичей земли в их дворы. Полиция Нотингемшира заявила, что никто не пострадал. Укрепляющие стены часто возводят на холмах, чтобы склон оставался стабильным во время дождей. Дороги возле места происшествия пришлось закрыть до тех пор, пока район не будет признан безопасным. Службы экстренной помощи эвакуировали семьи из четырех отдельных домов с Нейтани Нотингем после того как их комнаты затопило во время сильного дождя. Волна арктического холода пришла в центральные и восточные части США. Предупреждения о метеле и предупреждения о зимней погоде действуют от Айовы до районов Великих Озер. Сильный холодный фронт, который движется сегодня через центральную часть США, принесет области ледяного дождя, снега и сильных ветров на Средний Запад через Великие Озера, сообщает Национальная Метеоргическая служба. Ожидается снежный бурь в северо-центральной части Айовы. После этого фронта крупная арктическая вспышка проникнет и центральную и юго-восточную часть США с температурами на 10-30 градусов ниже нормы от северных равнин до юга. В результате сильной метели и плохой видимости в Айове произошла авария, в которой столкнулось 40 автомобилей. Массовая авария произошла днем на Межштатной автомагистрали 80 к западу от Ньютона, штат Айова. На данный момент нет информации о пострадавших или погибших. Ситуация постоянно мониторится, ждем обновления. За первые дни февраля в Эквадоре уже выпала месячная норма осадков. Сильные дожди, которые с небольшими перерывами идут с начала месяца, привели к серьезным подтоплениям по всей стране. От наводнения пострадали более 5000 семей, есть погибшие. По данным Национального института метеорологии и гидрологии Эквадора, в южных районах страны местами выпало более 100 мм осадков. Столько, сколько обычно набирается к концу месяца. По прогнозам, ливни в регионе ослабеют не раньше следующей недели. Проливные дожди вызвали наводнения в провинциях Гуаяс и Манаби на западе Эквадора. В результате мощного ливня сильно пострадал город Чоне, который находится в северной части провинции Манаби. Уровень воды на улицах достигал от полуметра до полутора. В результате ненасти были потоплены дома, из-за непогоды власти были вынуждены закрыть школы. От наводнений пострадали и другие города в провинции Манаби, в том числе и ее столице Портавьеха. В сельской местности под водой оказались также поля. В Гватемале вновь начал извергаться вулкан Фуэго. Из опасных районов эвакуированы порядка четырех тысяч человек. Свидений о пострадавших обнародовано не было. Отмечалось, что вулкан выбрасывал столбы пепла на высоту до 7 километров. Поток лавы из его жерла достиг длины в 3 километра. Вулкан высотой около 3,7 километра входит в число самых активных на территории Гватемалы. Был объявлен оранжевый уровень опасности. В Новосибирске водитель даже не успел насладиться своей новенькой иномаркой, только припарковал ее у подъезда после покупки, как на машину свалился снег. Да не просто пара охлопьев, а две глыбы, которые практически уничтожили всю переднюю часть автомобиля. Саму водителю тоже досталось, снежной массой зацепило голову, когда он пытался выйти из салона. К счастью, оделся только ушибом. Оказалось, что снег сошел с самодельной крыши балкона на девятом этаже. На город Дуба, расположенный на севером побережье Красного моря в провинции Табук, Саудовская Аравия, обрушились сильные ливни с грозами и градом, которые буйствовали два дня подряд, причинив серьезный ущерб. Фомировавшийся при этом сильный ливневый поводок промчался по центральным улицам города, переворачивая и унося припаркованные автомобили, разрушая непрочные строения, размывая дороги и срывая с них асфальтовое покрытие. Показать последствия этого события получилось только сегодня, когда очевидцы смогли поделиться видео. И они действительно поражают. По последним данным известно о двух погибших и пять человек пропали без вести. Судя по размаху стихии, жертв могло быть гораздо больше, но все обошлось. Здесь сильными дождями и грозами до нескольких районов Саудовской Аравии были выпущены предупреждения о наводнениях, которые действуют до субботы 6 февраля. Власти призвали всех граждан держаться подальше от мест, которые могут быть затоплены и соблюдать инструкции гражданской обороны, объявленные через СМИ и социальные сети. За последние недели пляжи региона Био-Био в центральном Чили превратились в унылое кладбище рыб. На данный момент причины явления неизвестны. Первое подозрение было связано с загрязнением воды, возможно из-за разливов в результате горнодобывающей деятельности или углеводородов. Но проведенные анализы не показывают доказательств в этом отношении. Вторая гипотеза состоит в том, что это естественное явление, которое вызывает быстрое снижение содержания кислорода в воде и приводит к внезапной смерти крупной рыбы. В любом случае реальность такова, что за последние недели на пляже Арука в регионе Био-Био появилось несколько миллионов мертвых рыб. Удивительные события происходят в Австралии. На фоне крупномасштабных пожаров в Западной Австралии прошли сильные дожди, в результате устроив в некоторых районах наводнение. Несколько дорог в Среднем Западе и Гаскойне закрыты, поскольку тропический ливень привел к их наводнению. Экстренные службы на севере Западной Австралии работают над эвакуацией десятков людей из-за наводнения в регионе Гайскон. Сегодня проводились операции по спасению около 40 человек, которые застряли в районе Минили, примерно 120 км к северу от Карнарвона. Из-за тропического циклона в Западной Австралии на севере штата выпало сотни миллиметров дождя, что привело к серьезным наводнениям. За минувшие сутки выпало около 250 мм осадков, что превысило среднегодовую норму. В результате река Гайскон, обычная мелководная и едва ли не пересохшая, вышла из берегов и затопила окрестности, погубив десятки плантаций и проезжие дороги. Как отмечает газета, уровень подъема воды составил более 7,5 м. Более двухсот рейсов отменили из-за приближения снегопадов на севере и западе Японии. Очередная волна холода захлестнула Японию. Согласно данным Национального металлического агентства, сейчас в прибрежной части страны наблюдаются сильные снегопады, метель и штормовой ветер. Кроме того, префектура Таяма решила призвать компании как можно скорее вернуть своих сотрудников домой, чтобы они не застряли из-за сильного снегопада и крупных пробок на дорогах. В северных районах Японии этим утром порывы ветра достигали 30 метров в секунду. По прогнозам синоптиков на выходные сила ветра составит от 20 метров в секунду при порывах 30-40 на Хоккайдо и на северо-западе страны. Также здесь ожидается снегопад с выпадением осадков до 60-70 сантиметров за сутки. Наводнение опять захлестнули Бразилию. На этот раз пострадал город Рио-Верде. Город и муниципалитет в Бразилии входит в штат Го-Яс. Всего за пару часов грозы в городе выпало 105 миллиметров осадков. Это привело к наводнению и формированию потока воды, который сносился на своем пути, при этом создавая сильные течения. Порывы ветра оценивались 50 километров в час. Жители Рио-Верде были напуганы количеством дождя, которое выпало всего за пару часов. Непогода вызвала наводнение на проспектах, а также оползни. По данным пожарной охраны, из-за дождя произошло 12 происшествий. Это 7 наводнений, 2 оползня и 2 спила деревьев и жертва, которую вытащили из машины после того, как ее изолировало количеством воды. В результате наводнения погиб 1 человек. За сутки на земле произошло 180 землетрясений с магнитудой от 2,0 до 5,7. Землетрясения с магнитудой равной 5 или более произошли в 6 странах, каких именно вы можете видеть на своих экранах. Ну и конечно же минутка позитива на канале. Карлбатские пещеры — самые большие известняковые пещеры на западе США. Включенные во всемирное наследие ЮНЕСКО Карлбатские пещеры несомненно являются жемчужиной достопримечательностей штата Нью-Мексико, да и всей страны. Парк представляет собой ни на что не похожий карстовый ландшафт, где на сегодняшний день обнаружено свыше 100 разнообразных пещер. Эти пещеры славятся своими грандиозными размерами и красочным многообразием характерных минеральных образований, которые зачастую принимают весьма причудливые формы. Спасибо вам за просмотр выпуска. Спасибо вам за внимание и до завтра.